Сегодня в Центре культуры и искусства имени Кадыра Морзалии состоялась встреча с лауреатами республиканских конкурсов. Традиционный певец термиши Артур Сесенов и певица Анар Сесенова побеседовали с поклонниками их таланта. Гости проекта Жилдезду от Басы семья Сесеновых Артур и Анар. Это творческая чета, которую можно ставить в пример молодежи. Они идут рука об руку и в жизни, и в творчестве. Их достижения в работе, народные песни и терме в их исполнении известны всему Казахстану. Свидетельством тому и полный зал Центра искусств. На вечере говорили о творческой биографии семьи, их достижениях и репертуаре. Разумеется, были исполнены терме и песни. Значительная фигура в сфере культуры страны и исполнитель традиционных песен и терме Артур Сесенов рад был видеть на вечере своих наставников и слышать их теплые слова. Когда Артур пришел ко мне учиться, я сомневался, справится ли он за короткое время переучиться на новое направление музыки. Но он быстро схватывал. За два месяца успел многое. К зачету готовился основательно. Я радовался его успехам. И сейчас, когда прошло много лет, вижу, что мои труды не прошли даром, что все мои старания оправданы. Напомним, творческая встреча под названием «Айн Аулит» прошла в рамках проекта «Желдездуот Басса». Стоит отметить, что данный проект, инициированный руководством центра, популярен и востребован уже порядка шести лет. На этой сцене выступали многие талантливые семьи, на которых равняется местная молодежь. Цель этого проекта – пропаганда семейных ценностей. Мы приглашаем не только певцов. Это может быть любая творческая пара, будь то певцы, музыканты, мастера рукоделия. Главное, чтобы они могли научить нашу аудиторию любви, взаимопониманию, взаимоподдержке и, конечно, культурным ценностям. И не обязательно это должны быть супруги. Могут прийти отец и сын, сестры, братья, свекровь и невестка и так далее, которые покажут собой пример добрых семейных отношений, что очень важно в наши дни. В завершение мероприятия гостям вечера вручили благодарственное письмо от областного управления культуры.